Добрый вечер, дорогие наши гости, посетители Центра мультимедиа Русского музея, а также все наши зрители и слушатели, которые с нами присутствуют онлайн на Культуре РФ, а также на наших соцсетях на платформе YouTube. Рады приветствовать вас от лица Русского музея в прямом эфире. В Русском музее проходит выставка «Космизм в русском искусстве» в корпусе Бенуа и будет работать еще до 10 марта. Также в Центре мультимедиа у нас проводится цифровая акция посвящения космонавтике как продолжение выставки «Космизм в русском искусстве» до космической эпохи художники. У нас здесь современные, 21 века. В течение проведения акции у нас также пройдут встречи с просмотром кино из Госфильма фонда до космической эпохи. Также мы поговорим про «Гагарин Пати» и про влияние космоса и космизма в эпоху перестройки 90-х. А сегодня мы говорим про наше время, 21 век, 22 год. И сегодня я представляю наших гостей. Лера Нибиру — это художница мультимедийной инсталляции «Астронавт», главный художник. Музыканты Валерий Аллахов, которые представлены с музыкальными композициями. С нами еще один новый гость — Субхаш Примгири. Мы познакомимся обязательно сегодня подробнее. И модератор нашей сегодняшней встречи, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений, член космонавтики Российской Федерации. Вы скажите, как более правильно. Олеся Владимировна Туркина. Мы немножко проговорим про нашу мультимедийную инсталляцию «Астронавт». И у нас музыкальный вечер сегодня, музыкальный джем. С нами еще Маруся Нестерова, которая тоже является и художником, и музыкантом вот этой мультимедийной экспозиции. И сегодня здесь с нами музыкальная композиция. Также я вижу в зале и некоторых артистов инсталляции, операторов, режиссеров. Если у вас какие-то вдруг появятся срочные вопросы, важные какие-то, мы сейчас их обсудим. Я передаю слово нашим гостям. Олесе Владимировне, первое слово. Добрый вечер. Добрый космический вечер. И я постараюсь быть краткой, потому что наш разговор – это преддверие концерта и показа, как минимум, показа фрагмента кино «Астронавт». Все здесь присутствующие давно занимаются космосом и космосом в культуре. Но, в конце концов, до начала космических полетов космос был возможен только как воображаемое, нечто воображаемое, как символ. И до сих пор есть некоторые вопросы, которые невозможно разрешить иначе, чем представляя это в искусстве. В этом отношении можно сказать, что искусство продвигается вперед с космической скоростью и показывает то, что мы увидеть еще не можем. Искусство – это своеобразный телескоп или спутник, который вращается вокруг пока нашей планеты Земля, пока мы еще до сих пор с вами земляне. Итак, Лера Нибиру, вот хочу как землянин землянину задать вам вопрос. Ваш фильм, у вас здесь большая инсталляция, и ваш фильм «Астронавт» связан с такими проходами, норами, дырами во времени. Эта идея о том, что можно путешествовать во времени, она была всегда популярна, потому что люди хотели знать, что было давно, как бы в прошлом, и что же все-таки окажется в будущем. Иногда туда отправляли с помощью сновидений, но вы отправляете своего астронавта, который, кстати, сидит в зале, вы отправляете его другим способом. Что же происходит с вашим астронавтом? Куда он отправляется путешествовать? И как ваше время воздействует на зрителя? Вот, пожалуйста, расскажите. Космос и время. Здравствуйте. Одна из основных идей, которую с помощью фильма и всей этой истории мне хотелось довести до зрителя, это то, что материя – это обесчисленное время. То есть материя – это просто другое агрегатное состояние времени. И вообще это примерно одно и то же. И, собственно, мой астронавт затерялся в космосе на 27 лет, и в это время получилось так, что он слетал, попал на 12 тысяч лет назад. И видел невероятные события – крушение планеты Фаэтон, которая была на месте пояса астероидов. И, в общем, видел, каким образом все переформировывается, вся солнечная система, какие жители каких планет куда переселяются. И, в общем, такая фантастическая история, в которую остальные персонажи истории совершенно не верят поначалу, но в итоге, столкнувшись с невероятным количеством всяких доказательств и примеров, вроде неуместных артефактов и каких-то мегалитов, которые действительно у нас до сих пор не имеют никакого объяснения на нашей планете Земля. В общем, они постепенно становятся адептами тех же самых идей и, в общем, наблюдателями чудес планеты, которые нам предлагают вот столько вопросов и, собственно, никаких ответов. И, в общем, он действительно, получается, попал в какую-то временную дыру, наверное, потому что есть одна из теорий, что возможно пересекать пространство не используя пространственные параметры, а где-то найти то, каким образом сплавляются две части космоса, далеко разнесенные друг от друга, и каким-то образом найти вот эту вот кротовую нору, чтобы перенестись единомоментно в какое-то вот другое пространство, например. Ну и точно так же, мне кажется, что можно перенестить и в другое время, потому что все времена, на мой взгляд, существуют одновременно, и все точки времени, они всегда присутствуют, и точно так же можно по ним путешествовать, как и пространство, по пространству, но в любом случае это такие идеи как бы очень умозрительные, и так как, в общем, мы этим всем не пользуемся сейчас, как простые земляне, то можно на этой почве сочинять бесколечное количество сказок и каких-то теорий, и, в общем, это все довольно безнаболезненно, потому что, ну, как бы здесь есть тонкая грань между физикой, историей и художественным вымыслом, и вот если найти вот эту вот тоненькую тропиночку, которая разделяет пропасть одного и стену другого, то вот можно пройти по вот такому лезвию, где-то вот между фантазиями и действительно какими-то существующими теориями, и, в общем, мы оказываемся на территории, где все, что мыслимо, то и возможно. Спасибо, Лера. Мне очень понравилось все, что мыслимо, то и возможно. А возможно ли, а мыслимо то, что возможно или нет, интересно. Но это уже другой вопрос к следующему вашему проекту, и, как бы, вы таким образом, происходит, произошло таким образом, что вы от сновидения о космосе перешли, как бы, к воображению о судьбе астронавта. Но мы увидим тизер вашего фильма, а сейчас я хотела бы задать вопрос Валерию Аллахову. Валерий, я знаю, что вы, ну, сколько, больше 20 лет уже занимаетесь темой космоса, вы один из основателей самой известной группы «Новые композиторы», которые посвятили свою творчеству космосу, и чьи музыкальные композиции стали символом эпохи и возвращением популярности темы космоса во время перестройки. Но об этом мы еще поговорим позднее, в начале марта, также с вами, с нашими слушателями. А теперь не могли бы вы рассказать еще об одном, как бы, очень важном, очень важном объединении, о клубе научной фантастики, который вы создали при Планетарии. Что это было такое, клуб научной фантастики? Кто туда входил? Чем вы занимались? Спасибо, Олеся. Я передаю привет всем. Вот, кто нас смотрит в онлайне, друзья, привет. Я знаю, что вот кто-то смотрит. Всем вам привет. Хочу всех поздравить с Новым Годом. Сегодня половина человечества отмечает Новый Год. Восточный Новый Год, Год Тигра. Я вас с этим поздравляю. Именно поэтому мы здесь, потому что мы хотели встретить Новый Год восточный, с творческой, такой вот космической идеей. И пожелать, конечно, всем вам, всем нам, всем пожелать хорошего Нового Года. Мягкого, пушистого, доброго тигра, чтобы он не очень сильно нас царапал. Друзья, действительно, вот вы счастливы, те, кто здесь присутствует, в прекрасном здании. Поздравляю, Русский музей, что вот такое здание появилось, мультимедийный центр нынче, где происходит, ну, современное искусство. То есть вот то, что здесь мы видим. Здесь чудесная выставка. Я все-таки приглашаю вот по возможности посетить эту выставку, которая продлится до конца фироля. Она вообще должна была быть уже и закрыта, потому что она была посвящена году космонавтики, который прошел в прошлом году. Вот шестилетие космонавтики. И тут немножко все съехало. Космос куда-то чуть-чуть перенес. И вот мы сейчас здесь, в этом времени все равно с этой выставкой, которая имеет смысл, потому что она очень интересная, очень красивая выставка. Что касается, конечно, вот творческой такой концепции творческого объединения, научной фантастики, которую мы в юности организовали в планетарии, это общество знаний и так далее. Конечно же, это все было астрономия, научная фантастика. Это все было детское такое, как бы для детей, для школьников. Очень жалею, что эту выставку не могут посмотреть дети. Подростки не пускают сейчас. Хотя это абсолютно детская выставка. То есть вот дети здесь просто кайфуют, а вот взрослым здесь делать нечего, это точно. Ладно. Если вы себя чувствуете, это здорово. Я тоже хочу. Это замечательно. Вот. И вот сейчас вот то, что мы здесь видим, вот вся эта экспозиция, вся эта выставка, ну, чисто научная фантастика. То есть здесь очень много залов замечательных, с 3D и так далее. Там объекты чудесные. Вот на третьем этаже какие-то даже есть коды, ну, не Куары, но очень красивые коды из каких-то слов там. Надо посмотреть, посмотрите там. В общем, и здание это очень тоже музейное, конечно же, о чем речь. Друзья, мы сегодня вот по приглашению Леры, которая, я так понимаю, что я участвовал, да, вот в этом фильме немножко. А, вот. Спасибо. Ну, точно. А, есть. Хорошо. Спасибо. Здорово. Спасибо. Так вот ты говоришь, что вот научная фантастика, она здесь. Это замечательно. Мы действительно делали такие лекции, композиции. Ну, у нас это тоже с текстом было. То есть вот мы делали не только музыку, мы делали имиджи, озвучивали, актерами озвучивали там эти лекции. Ну, не лекции, а как бы такие рассказы. Но наиболее известный такой, который мы сделали уже для взрослых людей, когда это было возможно. Потому что это все говорится о времени, когда мы жили в СССР. И тогда еще вообще многие околонаучные темы были под запретом. И даже говорить про гуманоидов было нельзя открыто, потому что, ну, можно было дома не проснуться. Вот. Ну, мы были смелыми, мы сделали такую лекцию, композицию, очень удачную, очень интересную и успешную лекцию, которая вышла потом почему-то на носителях, как музыкальное, так сказать, такое театральное сопровождение. То есть это контакты третьего рода, посвященные как раз гуманоидам. Мы тогда все думали, есть ли среди нас гуманоиды. Сейчас мы уже даже об этом не думаем, потому что мы знаем, что они есть. Все все. Поэтому земляне. Все хорошо в этом. Вот. Мы обратимся за помощью, конечно, к этим высшим цивилизациям, чтобы они побыстрее нас освободили от этих вот конструкций, низших цивилизаций. Вот. Там вот этих маленьких, мелких вот этих вот надо убрать. Это нам не нужно. Я говорю про вирус. Друзья, сегодня мы отдыхаем, празднуем Новый год, веселимся. Мы сегодня поиграем инструментальную музыку. Я знаю, что фильм, который астронавт, он там с текстом. То есть надо его слушать, внимательно изучать. А мы вот сегодня легкая тема. Просто инструментальная музыка. Я пригласил в мою компанию вот замечательного человека, Супхаш, Пренгири, который мастер на индийских флейтах. Вот. И мы с ним тоже выступаем время от времени. И, соответственно, сегодня тоже здесь вот. И он покажет свою работу. И вместе мы, друзья, поиграем. Для вас. Для вас. Для вас тоже. Вот. А что вот мне, кажется, Супхаш напомнил. Говорит, Валерий, ты скажи, что мы делаем. У меня... А, микрофон, да. Извиняюсь. То есть у нас, когда заканчивалось СССР, это конец 80-х годов, в планетарии стали выкидывать старые ненужные вещи, которые уже не стали использоваться. А там до того, как появились слайды, то имиджи рисовали на стекле. То есть там был художник, рисовал анилиновыми красками на фотоэмульсиях. Некоторые были с фотоэмульсиями. Соответственно, разрисовывали эти вот слайды. А потом их вставляли в эпидиоскопы. И таким образом можно было продуцировать имиджи вот на стеночку, да, то есть там на купол, в частности, в планетарии. Их выкидывали. Знаете, вот эти вот потрясающе красивые работы, ну, хендмейд, то есть это руками сделаны, стекла на стекле, разрисовка. Их стали выкидывать. Я вот кое-что убудрился. Мне было очень жаль, что это все выкидывалось. Что-то я собрал. Вот. И вот мы сейчас сканировали. Сканируем и выкладываем. Это где мы выкладываем? Скажите вот о себе, где мы выкладываем эти материалы, куда они пойдут дальше жить? То есть я к тому, что мы продолжаем, как бы вот, понимая, что это все уже ушло, а там тоже были нарисованы, понимаете, там дети, летающие в ракетах. Еще тогда космонавтика не была так развита. Все это было очень наивно, и это было очень красиво и приятно, конечно же. Но мы сохраним это наследие, но теперь уже в интернете. Потому что Субхаш, он тоже занимается не только флейтами, но еще модным сейчас делом. НФТ, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе, и мы начнем. Спасибо, Валера. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, действительно, возникла такая идея, вот такое соединение эпох сделать. То есть вот эти слайды, которые были посвящены космической тематике и родились еще в Советском Союзе, в планетарии, оцифровать и выложить в виде невзаимозаменяемых токенов, так называемых NFT. И это такой как бы современный уже подход. И современный мир, в котором мы живем, он уже тоже нам предлагает какие-то формы, которые раньше казались фантастикой. К нам приходят метавселенные. И вот мы организовали такую компанию, которая называется Red Dragon DA, которая занимается продвижением NFT-токенов и также компонентов метавселенных. Вот, очень рад сегодня здесь оказаться в такой прекрасной компании и выступить для вас. Спасибо. Ну что, друзья, спасибо. Замечательно. Это не конец, это только начало. Это, собственно говоря, сейчас будет дан старт. И сейчас начнется, собственно говоря, выступление. Пока мы еще все не распались на токены, давайте в полной нашей телесной целостности слушать и воспринимать то, что вы будете сейчас делать. Да, я вкратце добавлю, конечно, мы очень давно уже не уступаем, но по понятным причинам. И сейчас это, можно сказать, первый раз в этом году. Это очень здорово. Правда, мы даже не депутировали, но все все знают, что делать. Я хотел еще раз воспользоваться случаем, поздравить опять-таки всех с Новым годом. А те, кто родились в созвездии Водолея, с днем рождения. Потому что сегодня нет Игоря Воротникова. Обычно он тоже дополняет наш эмбитный такой коллектив музыкальный. Но за место Игоря вот вы. Но у Игоря сегодня день рождения. Поэтому, ну окей, простите. И у вас день рождения. Поздравляю. Вот видите, как много. Какой счастливый. И у Ироники. То есть все, друзья, мы на пати. То есть включаем дискотеку. Начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА